Всем привет! С вами Василий Жданов и я в Туле в гостях у Игоря Бетрушина. Привет! Спасибо, что позвал. И Игорь расскажет про подрезку длинными шипами. Так, поехали! Сегодня я расскажу вам, как делать подрезку длинными шипами в защите. Покажу, как в первую очередь двигаться ногами, как работать предплечье и как работать кисть. Первый пункт подрезки – главное работать ногами. Правая нога должна чуть-чуть быть впереди, чтобы было удобно. Ноги должны постоянно быть в движении, и человек должен быть в подрезке легким. Еще главное в ногах, чтобы, если мяч идет далеко в сторону, надо делать опыт на боли, на левую ногу. И тогда подрезка получится качественной. Второй пункт хочу рассказать именно про движение рукой. А предплечье должно идти от левого плеча. И рука должна выпрямляться до конца. И в конце доработать кистью. Вот. Теперь я хочу показать это на практике. Обычно, если сделать правильную подрезку, после третьей подрезки вряд ли кто-нибудь будет делать топс, обычно скидывает, либо ошибается. Я хочу добавить главный элемент. Надо работать кистью. Чем греще кисть опустится, чем сильнее будет забива. Так, Игорь рассказал про подрезку слева. Показал алгоритм. Особенность сильного выполнения удара – это кисть. Прощай на нее внимание. Под этим видео будет контакт Игоря. Пишите ему вопросы. Он на все ответит. Он также набирает группу. Также в ВКонтакте будет написан адрес, где он тренирует. Приходите, тренируйтесь. Все. Игорь, спасибо тебе за интересное видео. Спасибо, что приехали. Все, пока.